Золотые правила нравственности. На эту тему по всей республике стартовал образовательный конкурс, в котором принимают участие десятки тысяч людей. Он проходит не только среди школьников, но и студентов средних и высших учебных заведений. Наш корреспондент Хамзанур Магомедов побывал на официальном открытии. Ему слово. Конкурс «Золотые правила нравственности» проходит в республике вот уже четвертый раз. Он охватывает практически все муниципалитеты. Цель мероприятия – привить подрастающему поколению благой нрав. В наше время, хотя наука вперед продвигается, но нравы людей постепенно приходят упадок. Человек забывает о своей миросозидательной роли на этой земле. Деньги, власть – все обманывает людей. И поэтому в таких условиях, когда нравственность людей приходит в упадок, очень хорошо бывает проводить такие мероприятия, которые влияют на духовную жизнь общества, которые поднимут нравственность в нашем обществе. Торжественная церемония официального открытия конкурса состоялась в медколледже имени Башларова. С трибуны к участникам обратились представители власти, руководители учебных заведений и религиозные деятели, которые ежегодно поддерживают подобные мероприятия. Те процессы, которые сегодня происходят в мире, в том числе в Российской Федерации, лишний раз дополняют и напоминают нам о нравственных ориентирах. О том, чтобы сдержать свое слово, о том, чтобы выполнить то, что подписано, в том числе между государствами. О том, чтобы сказать на черное, черное, на белое, белое. Вот это все объединяет в себе вот это название нравственность. Огромную пользу, само участие в этом конкурсе, оно предполагает то, что студенты, готовясь к конкурсу, будут постигать какие-то нравственные основы не только нашей религии, а вообще вообще мировой этики нравственной. И это будет вдохновлять их на очень правильные поступки и по жизни вообще. Мы знаем, что профессия медика, та специальность, которую мы реализуем у нас, в наших стенах, она, как никакая другая, требует именно нравственной основы в сердцах наших студентов. Поэтому мы очень рады этому. Мы, дагестанцы, обязаны просто сохранить поколение наше, которое будет передавать традиции исконно, наши дагестанские традиции, наши ценности дальнейшим нашим поколениям. Наша задача сейчас – сохранить нашу молодежь, нашу нравственность, и это сбережет наше будущее. В этом году в республиканском конкурсе принимают участие около 30 тысяч человек. Это школьники и студенты от 14 до 35 лет. Золотые правила нравственности охватывают практически все образовательные учреждения региона. Ну, я даже не знаю, как-то сердце подсказало, чтобы я пошла участвовать в конкурсе. Ну, там желание прям появилось. Готовилась я, как мне сказали, на уроке, у меня появилось желание. Потом я взяла, у меня была дома книга, и по ней я работала, мама спрашивала. Мне понравилось в этой книге, я взяла для себя выводы хорошие. Вот, что не нужно слушать свой навс, нужно с людьми обращаться хорошо, со своими навистниками тоже так же. Не отвечать злом, а добром, потому что они осознают то, что это, то, что они делают, это неправильно, и потом это будет, ну, этот человек изменится, и он изменит свое мнение обо мне, будет ко мне хорошо относиться. Хочу выразить благодарность в театру Республики Дагестан за проведение таких мероприятий на территории нашего учебного заведения, потому что это повышает нравственность человека, это напоминает человеку о религии, потому что в наши дни многие забывают, многие оставляют. И хотелось просто выразить благодарность за вот такое вот мероприятие, которое в любом случае помогает нам обрести нравственность и вспомнить о том, что мы иногда забываем. Всего конкурс состоит из трех этапов. Первые два – по книге Муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афади «Благонравие праведников». Лучшие пять представителей из каждого учебного заведения в финале будут представлять свои творческие работы. Все желающие приняты, они все сегодня принимают участие, и далее уже будут проходить следующие этапы победителей, лучшие из них. В этом году принимает участие около 30 тысяч человек, что говорит о том, что с каждым годом конкурс становится интереснее и интереснее, молодым ребятам становится более интересно изучать те культуры, те традиции народов Дагестана, которые были до этого. Финал конкурса состоится в Махачкале. Призовой фонд составляет более 500 тысяч рублей. Деньги будут распределены среди лучших коллективов школ, СУЗов и ВУЗов. Организатором мероприятия выступает Муфтия Дагестана при поддержке Миннация и Минобра республики. На этот раз он приурочен году образования. Хамзан Ругамидов, Ислам Хариков, Дауд Гасанов. Новости телеканала ННТ.